Баскет двухлетнюю Алину Лагвиненко жюри конкурса признала лучшей в номинации открытия года в сфере спорта. В 2012-м она стала чемпионкой Европы по легкой атлетике, заняла четвертое место на Лондонской Олимпиаде. Признается, победа в этом конкурсе – стимул к дальнейшим спортивным достижениям. Идет усиленная подготовка. У нас в этом году будет чемпионат мира в Москве проходить. Надо отбираться туда и показывать там уже дальше результаты, чтобы в дальнейшем опять же участвовать на таких конкурсах. Лучшим молодым металлургом года стал Вадим Слободянек. Рассказывает, в профессии он более 10 лет. За это время успел вырасти от рабочего до начальника производства. На своем заводе не раз получал грамоты. Награды такого уровня не ожидал. Очень рад за то, что меня выбрали в номинации металлург года. Данный конкурс стимулирует. Стимулирует к тому, чтобы развиваться дальше, делать какие-то новые шаги в своей промышленности. В общем, будем стараться и ставить перед собой новые цели. Самым перспективным среди молодых медиков региона признали Ивана Масленникова из Тореза. В 32 года он стал заместителем главного врача. 11 лет непрерывного стажа. Буквально 100 часов в неделю. Без выходных и праздников. Будем считать, что это основная загадная услуга. Все лауреаты и победители конкурса получили памятные дипломы, подарки от организаторов и спонсоров. Это косметическая продукция, это вазы, это всевозможная атрибутика для деятельности человека. Всего для участия в конкурсе подали заявки более 250 человек со всей области. А это показатель того, что с каждым годом в регионе становится все больше активных и талантливых молодых людей, отмечает Тамара Лукьянчук. Этот конкурс, конечно, нужен. Он нужен для нас, чтобы мы видели ту талантливую молодь, которая работает, раскрывается, для того, чтобы иметь для себя резерву на будущее, который придет на измену сегодняшнему поколению. В следующем году масштабы мероприятия планируют расширить, добавить еще несколько номинаций. Креативных предложений организаторы ждут от будущих участников конкурса молодежи. Екатерина Пороханяк, Кирилл Иванов, Панорама.